Зрители канала просили рассказать об наиболее хорошо показавших себя сортах помидоров в этом сезоне и как можно более подробно. Подумал я, подумал на эту тему и решил все-таки этого не делать. Дело в том, что в этом сезоне выращивалось довольно много сортов помидоров, что-то около 60 надо списки поднимать и так далее. Очень много индетерминантных сортов, много детерминантных и очень большое количество сортов. Конечно, некоторые сорта показали себя получше, некоторые показали себя похуже, но все равно каких-то выдающихся сортов, особенно индетерминантных, как-то замечено не было. А старые проверенные сорта, коротко я их назову, это немецкий мамонт золотой бекалор, это кенигсберг, это русский богатырь, это алтайский шедевр, это сорт эльба, ну и некоторые другие. Они как и были хорошими, так они и остались. Каких-то других, особенно очень хороших сортов в этом сезоне замечено не было, поэтому описывать я их не стану. Все-таки очень большое количество сортов. И еще хочу сказать пару слов о том, что на следующий год, еще этим летом, стали у меня возникать мысли, как изменить подходы к выращиванию помидоров. Я некоторым уже зрителям намекал, что буду менять концептуальный подход к выращиванию помидоров и обещал это озвучить. Я думаю, пришла пора это сделать. Дело в том, что собираюсь вообще постепенно отказываться от рассадного способа выращивания помидоров. То есть давно уже выращиваю часть помидоров безрассадным способом и собираюсь к этому переходить практически полностью. Конечно, в этом сезоне некоторое количество рассады еще будет выращено, но уже намного меньше. Не так, как было, например, вот в этом сезоне. В следующем году уже планирую, ну, совершенно гораздо более меньшее количество. В этом сезоне было одних сортов только около 60. Конечно, это очень интересно, наблюдать за новыми сортами, сравнивать, смотреть. Но когда смысла в этом большого нет, то как-то интерес постепенно проходит. И вот все-таки буду переходить на безрассадное выращивание помидоров. Конечно, это будут в основном детерминантные сорта. Поэтому детерминантным сортам особенно тщательно я присматривался. И вот именно про детерминантные сорта, про некоторые во всяком случае, которые довольно интересными оказались в этом сезоне, я все-таки расскажу. Такие сорта были. А вот про индетерминантные все-таки рассказывать, я думаю, не стоит. Ничего особенного, чтобы меня очень впечатлило, в этом сезоне не произошло. Конечно, год был не очень удачный, но тем не менее, вот такая вот ситуация. И в связи с этим, еще раз подчеркну, что постепенно планирую переходить на безрассадные способы выращивания помидоров. Естественно, будут детерминантные сорта, то, конечно, многое придется поменять. Вот такой у меня план на следующий год, очень примерный. Список еще сортов не составлялся окончательно, и об этом будет рассказано отдельно. Это очень серьезный шаг, переходить к такому методу. Действительно, это, можно сказать, что совершенно другая концепция. Выращивать помидоры прямым посевом в грунт. Запас побольше семян. И буду их сеять. Сортов несколько уже отобрал. И которыми, может быть, буду пользоваться впервые. Ну, как бы то ни было, безрассадные помидоры постепенно на моем участке будут вытеснять рассадные. Какой будет результат, от этого зависит и то, как дальше буду действовать. Возможно, снова вернусь к рассадному выращиванию в определенных количествах. Ну, как бы то ни было, пока хочу попробовать безрассадное выращивание более активно. Вот такой план на следующий год с помидорами. Ну, и как всегда, пожелаю в конце всем огородникам выращивать помидоры, получать хорошие урожаи и с удовольствием их кушать.